Работы в сквере комсомольцев близятся к завершению, но вместо радости горожане недоумевают. Все дело в ландшафте, из-за которого планировка объекта выполнена с уклоном. Достаточно крутой уклон во время дождей и заморозков, уверяют горожане, может стать серьезной проблемой. Вопросы возникли и в отношении скамеи, которые планируют установить также на склоне. Мы были обеспокоены тем, что планировка этого сквера выполнена с уклоном, достаточно значительным, что в условиях нашего города может причинять определенные неудобства горожанам, когда они выходят погулять сами, либо с детьми. Местные жители отмечают, террасы могли быть хорошей альтернативой небезопасному склону. Однако архитекторы напоминают, планировка сквера выполнена с учетом ландшафта и ограниченного бюджета – 30 миллионов рублей. Специалисты утверждают, граждане города сами отказались от лестниц на стадии обсуждения проекта. Сквер расположен на уклоне, но в целях сохранения ландшафта, сохранения деревьев на этой территории мы отказались от создания террас, потому что у нас появлялись бы куча подпорных стен, куча дополнительной работы с коммуникацией, куча лестниц. То, что мы не очень хотели бы делать в сквере, он, к сожалению, существующий рельеф, и мы опирались на то, что данный рельеф шел с таким уклоном. Детскую площадку разместят в верхней части сквера на ровной резиновой поверхности. Ножки лавочек проектировщики обещают подпилить под уклон, а ливневки и специальное морозостойкое покрытие должны предотвратить обледенение брусчатки. Если будут какие-то замечания и к нашей работе, и к работе подрядчиков, то есть мы это будем все устранять, система видеонаблюдения появится тоже в этом сквере, то есть она чуть-чуть позже, система проложена, то есть мы будем еще и за всем следить, если какие-то замечания, то есть если что-то мы увидим, еще какие-то эксцессы на камерах, мы тоже это будем отслеживать и работать. Специалисты обещают следить за состоянием сквера, но жителям близлежащих домов легче от этого не становится. Они беспокоятся, как бы за недосмотр ответственных чиновников не пришлось расплачиваться собственным здоровьем. Союз независимых медиа будет следить за ситуацией. Олег Завьялов, Яна Якубич, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.